Народ, привет! С вами снова мы, канал Училка физкультуры в Эмиратах, и сегодня мы снова в Киеве, в Киеве. Нас очень заинтересовала прогулка по Мариинскому парку. Кстати, знаете почему? Сейчас свайп показывает вам место. Просто посмотрите, сколько зелени. Вот помните все наши видео про Эмираты, да? Ну, нету такого просто, нету, мы наслаждаемся. Мы просто в хорошем смысле, мы в шоке, что Киев такой зелёный. Мы два года не были, мы сильно отвыкли. В общем, пойдёмте прогуляемся с нами. Пройдёмте. Да, пройдёмте. Минуточек деть, пройдёмся по парку. А вы тоже напишите, а если вы в Киеве, в каких местах вы были, какие парки любите. А если вы не в Киеве, в какой стране вы живёте и какие парки зелёные есть у вас. Надеюсь, что у вас есть зелёные парки, это важно. Ну да, это же центр города, Мариинские парки. Знаете, реально это центр, центр, центр. А за нами там, ой, какой дом красивый. Ну, правда, это старший, это сталинский дом. А за ним вон здоровый, я даже не знаю, сколько там, 25 этажей. Ну, красивый дом как бы. Ну, вот, знаете, вот, а в Дубае в центре, дай бог, долетим и покажем. Там просто каменные джунгли. Ну, там уже всё, небоскрёбы, бурж-халифа, фонтаны, мол, Дубаи, мол. То есть там просто в центре нет места для растений, для зелени. Ну, вообще, когда мы вам показывали, да, мы всё-таки удивляемся, что Эмираты, в принципе-то, зелёная страна. Такая вот, да. И как они всё это насадили, как они всё это держат и содержат. Вот. Та же самая ферма у Сунила. Помню, сколько там зелени, сколько там всего растёт. Видео обязательно. Мне понравилось, кто-то в Дзен-канале в комментах написал на ферму Сунила, что пласты растёт баклажан, наверное, когда вырастает, он уже запечённый. Да, так оно и есть. Жарко очень. Смотри, какой букет работники нарезали. Ммм, зелёный, красивый. Наверное, в Верховно Радо замовала, заказала, то не букет делают. А как красиво и белое, и зелёное, но оно ещё не с этой... Правильно. Не со спелой, я хотела сказать, не поспела. Ох, смотрите, люди, какая же красота здесь. Кстати, а как это вот растения называются? Кто-то знает? Мне казалось, гортензия, не гортензия, нет. Я тоже я буду, я не... Я вообще в растениях ищу тот. Ну, вон липа за... Ты липа давно уже, конечно. Уже ж конец, да? Конец. Ты фонтанчик есть? Грила фонтанчиком, может, нет. Фонтанчик есть, всё хорошо. В золотых воротах фонтанчик мы видели старый. Да, на золотых воротах видео посмотрите обязательно. Золотые ворота нас поразили и очень понравились просто. Сколько там всего. И даже киевляне нам написали. Народ, мы такого и не видели. Ну, потому что оно разное. Реконструкция идёт, наверное, и они разные там... Ну, там даже не выставки, правильно? Что-то делают, что-то подделывают. Новенькое. Надо же удивлять. Да. Мы согласны, как бы, надо действительно такой вот архитектурный памятник держать... Держать в чистоте. В хорошем состоянии. Да, в хорошем состоянии. Поддерживать. Обязательно. Тоже будет хорошо. Так, сейчас сделаем вам... Вот мы вышли огромную туда уже. Просто большой парк, и это здорово, что в центре ты можешь просто выйти и походить. Сейчас я вам покажу. Три площадки какие-то там шикарные детства. Да, детям сделали площадочки, надо приблизить. Ну, это же бесплатно, это нормальная площадка. Ну, конечно, бесплатно вообще. Самое главное, от метро близко. Вышел из Арсенальной, и это... Да, вот мы пришли оттуда. Метро Арсенальная, ну, буквально минут пять, наверное, да? Вот букетик шикарный несут. Шикарный букет. Очень красивый. Сделали комплимент по букетику. Идём в фонтанчик, посмотрим. Ну, идём в фонтанчик. Фонтанчик приятно, всегда веет немножечко прохладой. А сегодня жарко. Ночью был дождь. Какое небо красивое. Вы замечали, какое красивое небо в Киеве? Такую фотографию. Ну, мы не будем в кадр влазить. Там было было 1800, по-моему. Тут 1900. А где написано? А вон. Ага, всё, сейчас приближу. Слева Киев, справа 1900. Да, здорово. Всё видно. А львы какие красивые. Всё чугун. Ну, скажи твое мнение. Водичка прохладная? Да, классно. Я заметила, монеток люди не бросают. Ты понимаешь? Жизнь такая, что монетки экономят, видимо. Либо успевают собирать. А давай посмотрим, может, там ещё что-то накидала. А вон тоже сверху выливается. Кто это? Поскольку, не знаю. А вот этот похож, кстати, на золотых воротах был. То есть надо, чтобы, слава богу, ещё льётся вода. Если фонтан без воды, это просто не будет. Ну, давайте за Наташей пройдём. Что там? Ну, тут одинаковые львы, одинаковый посидончик. А, кстати, народ, а вы монетки бросаете в фонтан? Ну, всегда бросаем монетки в море, в фонтаны, да? Вот где мы там путешествуем. А что там написано? Терминатор. Терминатор, думаешь? Нет, терминатор, терминатор. Не, я не знаю. Терми... Термеха. Может быть, кто-то знает. Напишите. Да, народ, мы вот не можем понять, что написано. Поэтому, если разобрали, напишите в моментах. Ой, эта собака бежит. Мимишечная, няшечная. Что, Наташ? Я думала, просто что-то сорвать, но это по отношению. Крупа, грибочек. Да, действительно. Прям тайные какие-то. Тайные обряды. Вот ещё тайны Киева, да? Где сделать обряд? Это завод... Завод кого-то, я не могу прочесть. То есть это сделать завод... Завод семяка какой-то? Или, может, я уже плохо? Прочла. Верно. В общем, реклама некого завода. Да, реклама уже не нуждаюсь. 1900 год, ребята. А всё ещё стоит? 121 год. Ну, это лучшая реклама, Наташ. Это лучшая реклама, если стоит всё ещё. И 121 год. Народ, у кого-то что-то стоит 121 год? Я не знаю просто, как проверить. Пишите. Ну, напиши, да, тут 1898. 1898 на своей табуретке. И она будет стоять. Да я продам лучше. И пойдём путешествовать, правда? Зачем мне такая табуретка, чтобы она стояла? Ты подумаешь, и потом такая табуретка нужна самому. Это я хочу про этот фонтан. Ох, красивая зелень какая. Красота. Как мы давно не гуляли, вот действительно, в такой зелени. Это просто. Ну, вы уже знаете все наши приключения, как мы выезжали, как мы вылетали. Так, Наташа узнали что-то. Нет, нет, повыше, чтобы пока схылы получаются. А, склоны, горки все, да? Склоны, да. Красивые. А что это вот за памятник? Мне он напоминает попку? Ну, оно не так и есть. Ну, что-то очень народ, а вам что он напоминает? Разбитое сердце идём и знаем. Ну, странное разбитое сердце, ну, ладно. В принципе, когда сердце разбито, то оно как раз то, что ты сказала. Опка. Это можно говорить? А, ну, не знаю. Не знаю, посмотрим, да? Если что, мы это слово вырежем. А, я думала, собака есть. А я собачку уже сняла эту, подсняла, симпатичная. А это у меня индивидуальная палочка. Вот есть кофеёк продаётся. Ну, вот, как бы, по парку. Ну, хотела сравнить с корнишем в Абу-Даби, где мы были. Гуляли по набережной. Смотрите, видео опять такие в описании оставлю. Ну, конечно, там тоже очень стараются сделать зелено. Очень стараются. Ну, конечно, Киев не переплюнуть. Я опять буду тебя спрашивать разрешение сказать. Смотри, это называется Терменовский фонтан в Маринском Паре. Хорошо, так. Терменовский фонтан это был. Так, ну что это, народ? Ну, вроде как, уже и не попка, но не знаю. Ох, вроде все архитекторы модные. Что-то лепят. А им непонятно. Вон у Наташи выражение лица. Что-то такое делают. Ну, хоть оставьте нам подсказочку где-то. Подсказочку оставьте. А давай просто вот цены посмотрим. На корнише мы цены показывали. Давайте покажем цены. О, сэндвич за 55. Ох, какой бамбургер. Да, за 70 гривен это вообще, это не о чем, честно. Ну, конечно, у людей, которые можно зарабатывать много, но по сравнению с амиратскими ценами недорого. Печенечка 30, это чуть-чуть больше доллара. Соки есть. Эспрессо, тоник от 60 до 80. Здравствуйте. Дочки на роботе собирают. Правильно. Это правильно, а не просто. Так, что у нас здесь? Эспрессо 21, американо 25, но это меньше доллара. А уже допио, капучино, флэт-вайт, макачино, раф-кафа уже полтора-два доллара. Какао, чай тоже полтора-два доллара. Где-то так, 2 доллара 54 будет. Ну, а симпатичное кафе, кстати, мы мороженка купили. О, подъехала машинка, Наташа говорит, привезла мороженка. Мороженка привезла. Кто любит мороженка, ставьте лайки. Не знаю, когда это видео выйдет. Наверное, в августе. Но, надеюсь, еще будет это. Еще будет так же зелено. Можно я поумничаю? Да, давай. Про фонтаны. Алексей Федорович Термен. Или Термен, не знаю. Он учился в Санкт-Петербурге, но перебрался в Киев. В котором набирала обороты экономическая жизнь. Так. Чтобы не очень долго-долго справиться с вами обязанной. Он на пивоваренном заводе работал. Ага. То есть, строил. Эх, жалко, что из фонтана льется не пиво. Предприятие долгое было крупнейшим пивоваренным предприятием Киеве. И сменив за свою жизнь несколько названий. Но существует и работает ныне. Это пивзавод на Подоле. Прикинь. Да, есть такое. А я не помню, что где-то там продавалось такое пиво. Пивзавод на Подоле есть. Есть такое? Подольское из пивзавода. Надо будет как-то посмотреть. Всего изготовлено так. Я тебя на фоне попки снимаю. Ничего? Да. А давай это на другую. Ну, у тебя там мусорки. Я наоборот оттуда ушла. Ага. Значит, Термен был одним из ведущих поставщиков оборудования. А договор водопроводного общества с городом предусматривал, среди прочего, установку в центре Киева нескольких фонтанов в виде чугунных чаш. Они должны были сыграть двойную роль. Эстетическую украсить ландшафт и практическую. Из них могли пить воду лошади. Изготовить их взялось предприятие Термина. Всего было изготовлено 6 чугунных фонтанов. Представляешь, чугун. Натуральный чугун. Надо там стоять еще. Надо там стоять, чтобы его не разобрали еще. Позолоченная надпись, гласившая, что он изготовлен на заводе Термина и год производства. Так что мы правильно с тобой прочитали более-менее. Значит, остались до нашей дни 4 фонтана в городском парке. А что такое городской парк? Не знаю. В Мариницком парке. Это мы сейчас здесь. На площади Ивана Франка и сквере Золотых Ворот. У сквера Золотых Ворот мы были. Да, не забудьте видео посмотреть. Оставлю его в описании. И два других, они находились на Льва Толстого площади и на Софийской площади. С Льва Толстого фонтан бесследно исчез уже в 1920 году. А что осталось? Разобрали? Его нет ни на фотографиях, ни на планах города. Переправили. А вот у фонтана Софийской площади более интересная история. К концу 1920-х годов его перенесли в сквер на улицу Олеса Гончара, где он находится по сей день перед зданием МинЧС. Чкаловский сквер. Я что-то не помню там. Вот так вот. Ну, вот такая история. Все, отличненько. Давай еще. Куда мы? Пойдем еще? Прямо, да? Фонарики симпатичные, кстати. Мне интересно, фонариточные. Как они ночью горят. Ну, вечером. А смотри сверху. Люблю такие. Под старину. Ага. Видишь, какой-то? Да, сейчас приближу. И матовая стекла. Красиво. Красиво, очень красиво. Друзья мои, ну, вот такая прогулка у нас сегодня. Идем, конечно, это еще не последнее. Мы стараемся Киев показать, снять его. Наш родной город. Пишите, как вам нравится ли, что в ваших городах есть. Комментируйте, ставьте лайки. В общем, народ, всем спасибо, что вы с нами. Всем пока. Всем хорошего летнего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok